приветствую всех на медицинском канале они появляются на дереве не случайно по утверждению специалистов от биологии сосна использует их для своей защиты через них осуществляется прохождение тарпентинных смол которые насыщают их веществами антибактериального и антисептического характера тем самым осуществляется защита от действия различных паразитов и микробов в результате этого сосна не подвержена болезням что обуславливает ее здоровье подобное обстоятельство имеет место совсем не случайно а напрямую связано с их химическим составом благодаря которому подобное становится возможным а речь в сегодняшнем видео пойдет о шишках и их применении в народной медицине главным достоинством шишек при их применении является натуральность в отличие от лекарственных препаратов получаемых синтетическим путем общего вреда организму они нанести не способны их богатый состав обуславливает лечебные свойства сосновых шишек которые подробно описано в народных лечебниках самое ценное в этом народном снадобье сосновое эфирное масло смолистые кислоты дубильные вещества и богатый витаминно-минеральный комплекс в шишках сосны содержатся витамины одна лишь группа витаминов b представлена почти десятью разновидностями благодаря этому укрепляется нервная система более интенсивно протекает регенераторные тканевые процессы конечно же молодые зеленые шишки переполнены витамином c который укрепляет наш иммунитет кроме этих двух важных групп витаминов в этом зеленом лекарстве присутствует витамин pp укрепляющий стенки сосудов фитонциды губительно действующие в отношении микробной и грибковой флоры танины представляющие собой соединение на основе фенола для которых характерно наличие противовоспалительного и антисептического эффекта они активны в отношении многих микроорганизмов и даже микобактерии туберкулеза помимо этого танины способствуют насыщению крови кислородом богаты сосновой шишки и дубильными веществами терпенами проявляющими антисептические и более утоляющие свойства эфирными и жирными маслами биофлавоноидами минералами такими как селен и железо когда собирать шишки шишки появляются на ветвях после цветения сосны в возрасте 15 лет цветение может длиться с мая по июнь в зависимости от климатических условий а через 2-3 недели появляются шишки для средней полосы евразии сбор для заготовки лекарственного сырья и сосновых шишек оптимален с мая по конец июня сосновая шишка готова для сбора когда она равномерной окраски зеленого цвета с гладкой и ровной поверхностью размером до 4 сантиметров плотная на ощупь однако легко режется ножом на поверхности не должно быть дефектов в виде гнильцы грибковых болезней или следов вредителей для приготовления некоторых настоев шишки собирает в другое время например для предупреждения инсультов и восстановления после них сосновые шишки рекомендуется собирать в период с июля по сентябрь включительно считается что именно в это время плоды накапливают себе танин способствующий насыщению мозговой ткани кислородом старые шишки также используются в некоторых рецептах собирает их через год после формирования к этому времени они приобретают темный коричневый оттенок полностью раскрывается и при этом семена в их полостях отсутствует сырье молодые зеленые шишки необходимо переработать в первые сутки после сбора чтобы не потерять его цветные качества какие шишки собирать если разрезать молодую шишку внутри у нее будет смола именно этим веществом и ценится плод следует собирать только плотные еще не раскрывшиеся шишки обычно это происходит в июне в некоторых источниках указывается что лучше собирать плоды до летнего солнцестояния из собранного сырья готовят спиртовые и медовые настойки сиропы и варенье отвары и настои и об этом подробнее в разделе народные рецепты для лечения сосновыми шишками какие противопоказания для употребления этого народного снадобья сосновые шишки не стоит принимать при заболеваниях почек и гепатите нельзя лечить такими препаратами малышей в возрасте до 1 года беременных женщин и кормящих мам осторожным следует быть и людям склонным к аллергическим реакциям настой из сосновых шишек сосновые шишки собранные в июне режут на 4 части и заполняет ими половину трехлитровой банки после этого добавляет 500 грамм сахара доливает прокипяченную теплую воду и закрывает крышкой периодически бутыль встряхивает пока не растворится полностью сахар и не прекратится брожение процеженный настой употребляет до еды по одной столовой ложке такой настой показан при проблемах с суставами рецепт лечебного настоя одну столовую ложку измельченных нарезанных шишек заливает двумя стаканами кипящей воды и настаивают 12 часов в теплом месте желательно чтобы смесь не остывала поэтому емкость укутывают и добавляют новые порции горячей воды принимает настой по одной две столовых ложки три раза в день перед едой настой прекрасно помогает при навязчивом кашле бронхите любых воспалительных заболеваниях дыхательных путей он применяется и при болях в сердце высокой температуре в качестве патагонного средства и при авитаминозе отвар из сосновых шишек полезным при различных болезненных состояниях кашле бронхите воспалительных заболеваниях легких будет отвар из шишек сосны приготовить его можно еще одним способом 5 небольших шишек заливает водой примерно половиной литра ставится смесь на огонь и после того как закипит ее держит еще пять минут пьют каждое утро по 1 4 стакан такого отвара и принимает его после еды рецепт отвара для выведения солей налейте стакан теплой воды погрузите в воду шишку средних размеров и оставьте на ночь а утром прокипятите шишку в той же воде долейте кипяченой воды до верха стакана и выпейте все лекарство за один день в два приема рецепт из сосновых шишек на молоке 6 сосновых шишек порежьте на части и залейте половиной литра домашнего молока протомите на медленном огне около 20 минут после чего оставьте еще настояться на минут 20 в такое теплый напиток добавьте мед и полученный отвар принимайте на протяжении 7 дней сберегать его нужно в холодильнике а перед употреблением слегка подогреть настойка из сосновых шишек при лечении в состоянии связанных с нарушением мозгового кровообращения часто используется настойка приготовить ее можно на водке для этого возьмите молодые шишки примерно 7 штук поместите в банку емкостью половиной литра и до самого верха залейте водкой поставьте настаиваться на 10 дней в темном месте закройте крышкой прием такой настойки осуществляется на протяжении 6 месяцев по 1 чайной ложке 3 раза в день такая настойка будет очень полезна для сосудов поэтому применять ее можно при выраженной степени гипертонической болезни а также в восстановительный период после перенесенного инфаркта сосновые шишки при инсульте берутся шишки в количестве 5 штук режутся на мелкие кусочки и заливаются 70 процентным спиртом настаиваются в течение 14 дней после этого полученную смесь необходимо процедить и принимать по 1 чайной ложке раз в сутки с целью профилактики с лечебной целью принимается по 3 чайной ложки 3 раза в день установлено что у пациентов которые в течение полугода после инсульта принимали такую настойку прекрасно восстанавливались утраченные двигательные функции и речь отмечалось позитивное воздействие на клетки головного мозга и тот же самый состав можно применять для компрессов при болезнях суставов сопровождающихся болью и отеками настойка на шишках для укрепления иммунитета мелко порежьте зеленые шишки и заполните ими трехлитровую банку затем туда долейте водки до краев и хорошо закройте обычной полиэтиленовой крышкой оставьте на 7 дней настаиваться в темном месте перед употреблением профильтруйте принимайте 3 раза в сутки за 20 минут до еды по 1 столовой ложке настойка для лечения язвы желудка шишки мелко порезать заполнить ими третью часть литровой банки и залить качественной водкой поставить в теплое место на неделю а затем профильтровать и принимать по одной столовой ложке 3 раза в день предварительно разводя средства в 50 миллилитров воды лечебный курс составляет 2 месяца уксусно-спиртовая настойка на шишках возьмите 5 зеленых шишечек 250 миллилитров 70 процентного спирта залейте шишечки этим спиртом и оставьте настаиваться 10 дней в условиях комнатной температуры затем профильтруйте и долейте 1 чайную ложку яблочного уксуса после чего принимайте по 1 чайной ложке растворяя в стакане не крепкого горячего чая применяется такая настойка для профилактики инсульта и после перенесенного инсультом сироп от кашля молодые свежие шишки измельчают складывает в банку слоями пересыпает каждый слой сахаром ставят настаиваться около семи дней хранят такой сироп в холодильнике при сильном кашле принимает по 1 чайной ложке для облегчения состояния сироп от кашля с медом он готовится из зеленых шишек и меда промытые шишки укладывает в трехлитровую банку заполняя ее на две трети и добавляет 900 грамм качественного жидкого меда затем все плотно закрывает и оставляет в хорошо освещенном например на подоконнике месте настаивают течение четырех месяцев каждый день встряхивают банку чтобы содержимое перемешивалось за это время полезные вещества экстрагируются из шишек и переходят в мед после окончания процесса экстрагирования полученный сироп процеживает и хранят в холодильнике принимает до еды по столовой ложке 3-4 раза в день такое средство мягко снимает кашель и помогает при простуде способствует нормализации обмена веществ его рекомендует принимать также для общего оздоровления организма рецепт лекарственного меда молодые шишки складывает большую кастрюлю и заливает холодной водой так чтобы она покрывала их примерно на 15 сантиметров затем ставят шишки на плиту и дают закипеть засыпает сахаром пропорции один килограмм на один литр воды после чего выключает грелку до полного растворения сахара и дают еще раз закипеть затем огонь убавляют до минимума и ставят томиться на 90 минут по ходу удаляя пенку такое средство применяется как общеукрепляющие витаминизирующие снадобья она защищает от простудных и вирусных болезней в осеннею зимний период а также эффективно способствует выздоровлению если уже простуда в разгаре медовый эликсир молодые шишки сосны собирают укладывает прозрачную емкость пересыпает сахаром берут примерно один килограмм сахара на трехлитровую банку горлышко закрывает марлей и ставят под прямые солнечные лучи если на поверхности шишек находящихся под слоем жидкости появляется плесень то эти шишки надо выбросить остальные засыпать сахаром полученный медовый эликсир переливает в бутылку закрывает пробкой и хранят в темном прохладном месте хранить такое средство можно около года принимает его по одной столовой ложке утром за 20 минут до еды и вечером перед сном такой медовый эликсир можно добавлять в чай варенье из сосновых шишек хорошо перемытые шишки нарежьте на небольшие кусочки и пересыпьте сахаре уложите засахаренные кусочки в банку слоями по полтора сантиметра дополнительно пересыпая каждый слой сахаром накройте полотенцем и поставьте под прямые солнечные лучи время от времени хотя бы один раз день хорошо встряхивайте банку после полного растворения сахара варенье можно употреблять примерно 100-120 молодых шишек подсушите залейте двумя литрами воды и проварите на маленьком огне около 50 минут профильтруйте досыпьте килограмм сахара и проварите еще два часа а разлейте по банкам и закатайте обычным способом такое лекарственное варенье нужно принимать в лечебных целях для профилактики следующей дозировки 1 столовая ложка 3 раза в день еще один рецепт лекарственного варенья один килограмм молодых зеленых шишек заливает двумя литрами холодной воды и оставляет на суд затем настой сливает добавляет один килограмм сахара и варят сироп который после закипания опускает шишки варенье готовится в течение двух часов на слабом огне при этом по мере закипания снимает пенку когда появится янтарный цвет замечательный вкус и запах варенья готова при бронхите столовую ложку мелко порубленных сосновых шишек заваривают стакане кипятка настаивают течение 12 часов принимает настой перед едой три раза в сутки при кашле и простуде помогут также ванны для ног для этого небольшие шишки примерно 20 штук залить тремя литрами кипятка и варить в течение получаса а затем парить ноги слегка остуженном горячем растворе накрываясь покрывалом настой для лечения астмы помытые шишки сложите в термос туда же добавьте небольшой кусочек около двух сантиметров сосновой смолы добавьте половину литра горячего молока размешайте дайте настояться 4 часа процедите затем пейте настой по одной столовой ложке два раза в сутки на протяжении 4-8 недель такого лечения желательно пройти два курса еще один рецепт настоя при астме заварите в кипятке столовую ложку измельченных шишек и дайте настояться 15 минут пейте такой чай перед едой три раза в сутки по одной трети стакана настой при туберкулезе поможет как дополнительное лечение шишки нарежьте уложите в емкость залейте 40 процентной водкой в пропорции один десяти и оставьте в теплом месте на 14 21 день такой настой пьют три раза в сутки по чайной ложке после еды настойка из шишек при инсульте возьмите 5-6 зеленых шишек порежьте и залейте одним стаканом 70 процентного спирта дайте настояться в темноте две недели однако не забывайте каждый день встряхивать скажу что это важный этап так как именно встряхивание помогает высвобождаться целебным ингредиентом из шишечек полученную коричнево бурую жидкость профильтруйте и пейте по одной чайной ложке раз в сутки и три раза в сутки в целях лечения после перенесенного инсульта курс минимум полгода настой шишек для лечения теросклероза возьмите свежие шишки сосны а также сосновые иголки наполните ими доверху небольшую глиняную или стеклянную емкость залейте водкой или разведенным спиртом дайте настояться семь дней и принимайте под 10-20 капель три раза в сутки до еды такое средство разводят в стакане теплой воды настой из шишек для очистки сосудов небольшие шишки в количестве 6 штук помойте измельчите и залейте стаканом водки дайте настояться 10 дней не забывайте при этом периодически встряхивать затем процедите и добавьте яблочный уксус примерно две чайные ложки поставьте в холодное место для сберегания и такой настой принимайте по чайной ложке после завтрака настой от боли сердца если такие боли вызваны ишемии стенокардии попробуйте одну ложку измельченных шишек запарить половиной литра кипятка настоять одну ночь и полученный объем нужно выпить в 4 приема за день еще один рецепт настойки от боли в сердце зеленые весенние шишки положите в банку долейте до краев водкой закройте крышкой и оставьте на неделю в темноте затем пейте по одной столовой ложке три раза в сутки за 15 минут до еды отвар от боли в сердце возьмите 5-6 зрелых шишек залейте половиной литра воды прокипятите в течение пяти минут и пейте три раза в день после еды по 1 четвертой стакана при лямблиозе поможет такой настой в качестве дополнительного лечения шишки хорошо вымойте сложите в емкость залейте водой так чтобы она покрывала их примерно на 15 сантиметров затем кипятите на маленьком огне не менее 8 часов периодически убирая пенку затем вы имите шишки отвар профильтруйте добавьте в него сахар из расчета 1 килограмм сахара на 1 литр и варите еще час принимайте такое снадобье по одной две столовые ложки натощак как вспомогательное лечение заболевание щитовидной железы также используются сосновые шишки которые необходимо нарезать сложить в емкость из темного стекла слить спиртом так чтобы он полностью покрывал полученную массу настаивать необходимо один месяц не забывать при этом периодически бутыль встряхивать после чего полученное снадобья профильтровать принимать по следующей схеме первые трое суток пить по капле три раза в день а с четвертого по двадцать первый день по пять капель три раза в день и желательно такое лечение повторить используются шишки как средство для выведения солей небольшую сосновую шишку вечером положите в стакан теплой воды и оставьте на ночь а утром настой вместе с шишкой прокипятите после чего шишку выньте и в полученное средство долейте воду до полного стакана и выпейте это все в два приема для лечения полиартрита делают лечебные ванны молодые шишки и ветви сосны в равной пропорции укладывают в емкость заливает водой и кипятят полчаса затем массу настаивают на протяжении 12 часов до приобретения коричневого бурого оттенка а вот для лечебной процедуры в наполненную ванну необходимо вылить 2 литра такого отвара при болях в суставах старые крупные шишки в количестве 2-3 штук необходимо залить кипятком так чтобы вода их полностью покрывала затем полученную емкость укутать теплым полотенцем и в таком виде оставить до утра незадолго до завтрака полученный настой принимать на протяжении 60 дней каждый день растирка для суставов возьмите 10 шишек уложите в банку и налейте туда 700 миллилитров спирта закройте и поставьте прохладное место на неделю когда жидкость приобретет коричневый цвет можно приступать к лечению друзья у вас есть возможность всегда быть в курсе происходящих изменений в области медицины для этого надо во-первых подписаться на медицинский канал и во-вторых подписаться на канал телеграм для того чтобы оперативно получать анонсы свежих видео выходящих на медицинском канале ссылка на телеграм находится в описании этого видео а красную кнопку подписаться на канал youtube вы найдете под этим видеороликом желаю всем здоровья и до новых встреч на медицинском канале в следующем выпуске